МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начавшись с температурных показателей ниже нормы, июнь 2016-го к своей середине порадовал сначала теплой, а потом и вовсе жаркой погодой. Городской пляж, берега рек и озер республики сейчас полны отдыхающих. Причем купаться и загорать жители МРИЛ стремятся буквально везде, где возможно, нередко игнорируя все правила безопасности на воде. В итоге этим летом в республике выросло число несчастных случаев, утонувших уже больше, чем год назад в то же время. В чем основные причины пляжных ЧП и как обезопасить свою семью на летнем отдыхе? Ответы в нашем следующем материале. Это даже скорее не правда, а прописная истина. Отдых на республиканских пляжах может принести не только удовольствие и радость всем членам семьи, но и чувство сожаления о своих ошибках на всю жизнь. Про что речь? Конечно, про поведение самих отдыхающих на реках и озерах МРИЛ. И начать нужно с неправильного выбора места для купания. Не оборудованные и не очищенные пляжи помимо уединения могут принести серьезные травмы. Так количество погибших в этом году говорит само за себя. Если брать с начала года у нас погибло 11 человек, а с начала лета погибло 4 человека. Если после 6-го, но все они погибли после 6-го числа. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то на 2 человека больше в этом году погибших. Причины основные – это купание в неустановленных местах, купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра. Что остается наиболее неоправданным, так это купание в состоянии алкогольного опьянения. Зачастую именно по этой причине происходит подавляющее большинство всех трагедий. И еще страшнее, когда взрослые теряют контроль над своими детьми, чересчур отлегшись на свой собственный отдых. По этой причине в мае погибли двое детей, когда перевернулась лодка на Элете. Эта же причина стала основной, унесшей жизнь маленького мальчика на прошлой неделе. Погиб один ребенок, это приезжий, гость республики, с Барнаула, оставленный без присмотра. Семилетний мальчик пошел к пруду на плотине, оскользнулся и упал. Вот, по всей видимости, плавать не умел, взрослых рядом не было. Вот и основная причина трагедии. Стоит помнить, что в гибели детей всегда виноваты взрослые. Тому подтверждением стала трагедия в Карелии, прервавшая жизнь 13 детей. Но в Главном управлении МЧС уверяют родители, такая беда не придет в Мариел. Здесь осуществляется постоянный контроль за безопасностью детей в оздоровительных учреждениях. В детских оздоровительных учреждениях республики Мариел, там, где имеются пляжи, безусловно, это осуществляется на свидетельствовании пляжей, на соответствии требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах. И только после этого разрешается эксплуатация пляжа. В процессе эксплуатации лагерей и, соответственно, пляжа осуществляются периодические контрольные мероприятия государственными инспекторами по маломерным судам, как правило, в составе или совместно с органами прокуратуры. Кроме того, в обязательном порядке мы проводим обучающие мероприятия. Это и в лагерях, и в других оздоровительных учреждениях, как непосредственно загородных, так и пришкольных, и так далее, палаточных. Так прогноз погоды на ближайшие дни свидетельствует, купальный сезон в Мариел будет только набирать обороты. В региональном МЧС напоминают всем, кто собирается выезжать на реки и озера, не пренебрегать правилами элементарной безопасности. Они введены не для ограничения личной свободы, а для предупреждения непоправимого. Особое наставление родителям. Практика показывает, что даже минута, в течение которой ребенок остался без присмотра, может оборвать все планы на безоблачное будущее и на продолжение фамильного рода. Добавлю, что пик жары этой недели придется на среду, 22 июня. Сеноптики прогнозируют малооблачную солнечную погоду с максимальными показателями температуры за 30 градусов. Во второй половине недели, по прогнозам, тропический зной спадет, погода станет более комфортной. Днем в пределах плюс 25, по ночам до плюс 15. Высока вероятность дождей и гроз. Отмечу, что подобный характер погоды ориентировочно сохранится до следующих выходных. В первых числах июля в Мариел вернется жара. Редактор субтитров А.Семкин